Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Последние дни несколько потеплело, можно сказать, что весна вступила в свои права. Ну а мы все равно продолжаем с вами подготовительные работы к очередному полевому сезону. Итак, что желательно сделать в ближайшие дни? Музыка Согласно моему агрономическому календарю, мы продолжаем с вами выращивать другие виды овощной культуры. В частности, впервые обращаем внимание на капусту. Капуста белокочания поздняя. Дело в том, что есть ранняя спелая или ранняя капуста, есть средняя, примерно 90-100 дней. А есть так называемая поздняя капуста, у нее вегетационный период 110-120-130 дней. И если мы поздние сорта и гибриды капусты посеем с вами в конце апреля, то просто кочаны не вызовет. Они будут мелкими и физиологически не вызовет, у них будут вкусовые и пищевые качества ниже. Поэтому я предлагаю знаменитый московский сорт, московская поздняя 9,15, посеять именно сейчас. И мы эту капусту будем использовать с вами для квашения. Это исключительно капуста для квашения. А вот другие сорта, но в основном гибриды, голландские гибриды Амтрак, Ленокс, российские гибриды Колобок, Зимовка 1474, это, кстати, сорт, они предназначены для длительного хранения. То есть в кочанах мы можем хранить в наших подполях и подвалах их практически до 1 мая, может быть, даже до 1 июня. Небольшое количество такой капусты или таких гибридов все-таки, на мой взгляд, на участке надо выращивать, потому что купить их практически на рынке невозможно. Итак, капусту позднюю мы высеваем именно сейчас. Ну а куда высевать? Вот такие стаканчики, которые у нас подходят для посленовых, то есть для томата, перца, баклажана. Но для капусты, конечно, они великоваты. Поэтому, если здесь 9 на 9 сантиметров, то для капусты при высоте даже 6 сантиметров, 7, площадь чечения достаточно, ну, примерно 6 на 6. То есть 36 квадратных сантиметров. Ну, можно 6 на 7, 42 квадратных сантиметров. То есть в районе 40 квадратных сантиметров на одно растение. Повторяю, можно даже и стаканчики не такой высоты, не 10-12 сантиметров, а 7-8 сантиметров. Следующая культура – это огурец. Ну, традиционно мы с вами сеем огурец все-таки семенами, но когда мы имеем теплицу, гораздо выгоднее для получения более ранного урожая сажать рассаду, уже готовую эту теплицу, чем семена. Возраст рассады оптимальный для огурца составляет 30 дней. Поэтому, если вы имеете хорошую обогреваемую теплицу, и вам необходимо высадить туда рассаду 1 декада мая, следовательно, в начале апреля вы должны посеять. Ну и, кстати, мы обычно в парник с вами сеем непосредственно семенами, а я предлагаю, ну, может быть, 2-3 лунки посеять уже готовую рассаду огурца. Поэтому не только в обогреваемой теплице, но и в парник мы сможем с вами посадить рассаду огурца. Ну, а сорта гибриды, ну, в основном это, конечно, больше гибриды, поскольку связано с закрытым, как бы, грунтом. Алерт, Альянс, вот очень нравится Астерикс, Карнавал, Маша, Мила. Здесь есть и российские гибриды, есть и голландские гибриды, и, возможно, и другие. И, ну, 30 дней это оптимальный как раз возраст. Но что касается стаканчиков, то вот эти стаканчики самые оптимальные. Ну, имейте в виду, что теплицу вам не нужно большое количество рассады, ну, может быть, 10-20 растений, поэтому и стаканчиков много, и они много места у вас не займут. А что касается парника, то весь парник, конечно, рассадой занимать не нужно. На мой взгляд, может быть, две лунки высадить вот в начале 9 мая, там, 7 мая, а остальные лунки посеять семенами. Для чего это нужно? Потому что в этом случае на парнике вы будете пробовать в пищу первые плоды зеленцы не в конце июня, а, может быть, уже к 10 июня, то есть значительно раньше. Ну, и, наконец, о цветочной культуре. Часть этих культур у нас уже посеяны, и сходы появились. А вот астра и циния традиционно мы высеваем в начале апреля, и рассада у нас будет готова высадке 5 по 15 июня. То есть после того, как установится нормальная теплая погода, и именует последние весенне-летние, так называемые, заморозки, и мы высаживаем уже на клумбы эти цветы. Ну, возможно, и другие какие-то цветочные культуры, в частности, вот, виолы или анютины глазки, вот, особенно в западноевропейской селекции, гигантские, диаметром 5-6-7 сантиметров и более. Вот они очень позднеспелые. Ну, и также астру мы можем сеять, конечно, и цинию, и виолу в общих ящиках. Ну, и традиционно это так много делает, но все же в идеале нужны индивидуальные стаканчики. Что касается размера этих стаканчиков, то площадь питания значительно меньше. Вот, как примерно я о капусте говорил, около 40-45 квадратных сантиметров на одно растение. Что касается почвенной смеси, то по-прежнему, ну, предлагаю использовать теравит. Хотя, возможно, и другие варианты. Это универсальный вариант, то есть, подходит и для овощных культур, и для цветочных. Хотя, возможно, сейчас есть смеси и для посленовых отдельно, есть для огурца отдельно, и даже для цветочных культур. Но эта смесь, повторяю, универсальная. Итак, уважаемые овощеводы, мы продолжаем с вами выращивать рассаду разных культур. Ну, а сейчас я предлагаю всем нам выйти на участок и провести одну очень важную работу. Если у вас, уважаемые телезрители, на участке печное отопление, то, как правило, к концу отопительного сезона накапливается огромное количество печной древесной золы. Ну, правильно делает тот, кто ее собирает в течение зимы. Вот в таком виде она сейчас у вас находится. Наверняка вы ее собираете в бочках и храните. Ну, самый неэффективный вариант, конечно, когда многие наши хозяева выбрасывают печную древесную золу на улицы. Казалось бы, просто и проблем нет. Но на самом деле мы ухудшаем экологическую обстановку в городе. Но и самое главное, мы теряем ценнейшее удобрение, а потом тратим большие деньги, чтобы возместить вот это удобрение, покупая в магазинах те же калийные удобрения. Итак, что делаем сейчас? Изготавливаем самостоятельно вот такое сито. Ячейка должна быть, ну, максимум здесь 4-5 миллиметров, можно 3 миллиметра. Для просеивания печной древесной золы это вполне достаточно. Я думаю, ну, вот две ручки. Ну, далее берете вашу золу, в ней не сгоревшие остатки поленьев, возможно, камешки какие-то, в общем, много мусора лишнего, и просеиваете. Вот, посмотрите, что здесь осталось. Конечно, вот это растениями использоваться не будут, и в почву это вносить нельзя. А вот то, что осталось у нас внизу, это и есть настоящее удобрение. Что это за удобрение? Прежде всего, здесь высокое содержание калия, поэтому можно назвать, что это калийное удобрение. Калий очень необходим растению для повышения иммунитета, для улучшения обмена веществ и так далее. И самое ценное, что здесь калий находится без хлора, потому что обычно в тех удобрениях, которые мы покупаем с вами, там калий вместе с хлором. А хлор, как известно, вызывает гибель корневых волосков, то есть ухудшает рост и развитие растений. Также содержится фосфор и огромное количество микроэлементов. Поэтому это ценнейшее удобрение. Конечно, качество его будет зависеть от того, какие дрова вы сжигали, березовые, лиственные, сосновые. Но самое главное, чтобы это действительно была древесина. Что касается золы от сжигания угля, то я не рекомендую ее использовать в качестве удобрения. В общем-то, она таковым не является. Что делаем дальше? Когда мы просеиваем всю золу, мы ни в коем случае ее не оставляем на участке. Мы можем опять перекласть в эти бочки или в бумажные двойные мешки и хранить где-то в сарае, под навесом. Очень важно, чтобы влага не попадала на эту золу. Ну а дальше мы с вами будем использовать ее. Хотел бы сразу предупредить, что ведрами вносить золу древесную на участки это очень опасно. Вы можете испортить почву, сделать ее щелочной. Поскольку она является щелочным целым удобрением. Так что как ее в дальнейшем использовать, под какие культуры, я буду рассказывать подробнее. Но хорошо известно, что зола древесная является самым лучшим удобрением для картофеля и для корнеплодов, для моркови и свеклы. А использовать ее можно и для всех культур. Итак, выходим на участок, просеиваем печную древесную золу, складируем ее и ждем момента ее применения. Семена, рассады и цветы, теплицы, парники, лопаты, грабли. Хорошо, на датах и хорошо, если ты сходил в домашней массе. Долой весенний авитаминоз. В торговых центрах «Абсолют» яблоки и груши зеленые всего от 29 рублей. Предложено «Абсолютом» выгодно горожанам. Сеть магазинов «Хозяин» предлагает теплицы, поликарбонат, поливочные шланги, насосы, инструменты для сада и огорода. Сеть магазинов «Хозяин». Телефон 42-13-53. Уважаемые телезрители, на сайте ТВКОМ и на своей страничке я нашел несколько новых вопросов, и сейчас я хочу на них ответить. Прежде всего, Нина Павловна, жительница Ланды, спрашивает. Два года подряд зацветает слива, но плодов на ней не бывает. Почему? Причина, на мой взгляд, связана с биологией опыления или оплодотворения сливы. Дело в том, что в последние годы во время цветения сливы в мае у нас стало очень холодно, а при температуре 0,5 и тем более минус 1-1,5 градуса пыльца сливы стерилизуется. А раз стерилизуется пыльца сливы, а это мужские клетки, как известно, оплодотворения не происходит, поэтому в завязи не появляется. Это, кстати, было у нас массовое умривление в прошлом году и у сливы, и у вишни, и у абрикоса, то есть у всех косточковых пород. Ну, что делать? Ну, во-первых, не нужно торопиться поливать сливу рано, чтобы цветение чуть попозже было. Ну, во-вторых, можно использовать, если вкус небольшой, нетканный укрытой материал легкий, допустим, марки P17-P18, ну, в-третьих, создать какую-то тепловую защиту в виде дымовой шашки в ночь на заморозок. Ну, а если это не помогает, то я бы вам посоветовался просто избавиться от сливы, потому что на вашем участке, видимо, он очень низкий при рельефу, она плодоносить не будет. Ну, и, кстати, не надо забывать, что для пыления сливы необходимы, ну, два разных сорта хотя бы. Поэтому надо посмотреть, если у вас разные сорта на соседних участках имеются или нет. Следующий вопрос от Александры. Здравствуйте, скоро будут ярмарки. Хочется приобрести полукультурку. Какую подскажите и от какой плодовой организации? Врядские селекционеры вывели несколько сортов полукультурок, и я бы хотел обратить внимание на два, на мой взгляд, очень интересных сорта. Это малинка и добровинка. Желательно иметь их два куста для перепыления. И продаваться они будут традиционно на ярмарке в начале мая, который организует наш Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятий, ну, совместно с этими организациями. Что касается организаций, то мне известно всего три. Это бывшая бурятская плодово-ягодная станция, а сейчас она называется отдел плодово-ягодных культур бурятского и сельского хозяйства. Ну, и к тому же есть два частных плодопитомника. Это в Тахое и в селе Турунтаево Прибайкальском районе. Георгий, также вопрос по саду. Стоит ли приобретать саженцы колоновидных крупноплодных яблоней и груш, привитых на боярышники из питомников Урала, в частности Терявинской и Средловской области, или они вымерзнут у нас в Улан-Удэ? Я, в общем-то, по поводу колоновидной яблони уже несколько программ назад отвечал, но еще хочу напомнить, что все-таки не для открытого грунта эти яблони, они у нас будут однозначно вымерзать. И какой бы вы подвой не использовали, даже нашу дикую сибирскую яблоню, все равно верхняя часть, то есть привой, он будет вымерзать. Ну, можно выращивать, конечно, в зданиях, типа оранжерея, высоких теплицах, круглогодично, или выносить, как кадочную культуру, эти деревья гигантские по размеру кадки, выносить на лето на участок, затем опять заносить, но, на мой взгляд, это очень трудоемко и малоэффективно. Следующий вопрос от Натальи Петровны. Расскажите, пожалуйста, как привить лимон, чтобы он начал плодоносить. Ну, заранее спасибо. Ну, действительно, то, что вы выращиваете из косточки, из семени, да, вот, после использования лимона, конечно, вырастает, в общем-то, привой, дикое, можно сказать, дерево, хотя оно, в принципе, может быть, через 20 лет и заплодоносит. Но хочется пораньше плодов, поэтому, конечно, самый надежный способ – это привить. А привой берется из любого плодонощающего дерева. То есть, если у вас есть знакомый, и лимон там плодоносит, вы можете, используя определенные технологии, она в литературе достаточно хорошо описана, и привить, например, черенком, там, почкой и так далее. И у вас на вашем, значит, подвое будет плодоносящий привой. Гость с вопросом, сколько не покупало грунт в магазине, весь пахнет плесенью. Что с ним делать? Ну, я не знаю, но вот, по крайней мере, грунт теравита, он не пахнет плесенью. Когда вы выбираете грунт, ну, может быть, немножко надо понюхать, если он пахнет плесенью, я бы вам не советовал, значит, его брать, потому что там прошел процесс размножения микроорганизмов. Он, видимо, слишком сырой, так? И микроорганизмы развиваются. Конечно, это отрицательно сказывается на грунте. Ну, вот теравита, ну, она не пахнет, и, в общем-то, я считаю, что она нормальная. И есть и другие хорошие варианты почвенной смеси. Только вам остается их выбрать. И, наконец, завершающий вопрос. От Глудуна Виктора. Хотелось бы узнать, где в Лануде можно сделать анализ почвы на кислотность? Ну, отвечаю, что в моей родной Бурятской государственной сельскохозяйственной академии существует и работает достаточно эффективно лаборатория, она хозрасчетная, где можно сделать почвенные анализы. Я вот поинтересовался. Полный почвенный анализ – это кислотность, содержание фосора, азота и калия, ну, со всеми операциями, с использованием реактивного обходится в 820 рублей. Поэтому, если у вас новый участок, все-таки вам желательно, значит, проверить, проверить почву на вашем участке, вот на эти показатели – кислотность и, значит, НПК. Ну, а если вы хотите сделать просто анализ кислотность, пожалуйста, этот анализ, он стоит примерно 150-160 рублей. И называй телефон 44-50-35. 44-50-35. Лаборатория БГСХ. Всем спасибо за вопросы. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Всего доброго. И, как всегда, желаю высокого и качественного урожая во всех ваших делах. Семена, рассады и цветы, Теплицы, парники, лопаты, грабли. Хорошо, на даче хорошо, Если ты сходил в домашней массе. Сеть магазинов «Хозяин» предлагает Теплицы, поликарбонат, поливочные шланги, Насосы, инструменты для сада и огорода. Сеть магазинов «Хозяин». Телефон 42-13-53. Абсолютная весна и нам не до сна. С 20 марта по 31 мая Получи свой шанс на победу И стань абсолютным победителем. Три автомобиля «Хёндай Солярис». Только в абсолюте. И только этой весной. Партнеры акций «Проктор энд Гэмбл» и «Сладко». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова